МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отопление официально включили, батареи в квартире холодная. Где искать тепло? Продал вещи через интернет, которыми не пользуюсь. Надо ли мне платить налоги с этой сделки? Блогерство – прибыльное хобби или профессия. В любом случае доход от этой деятельности должен быть официальным. Ваше место на проезжей части. Где по правилам дорожного движения передвигаться людям на электросамокатах? 1 октября включили в музрии отопление. Что делать, если после подачи отопления батареи в квартире не греют? Отопление в жилфонде района стали включать с 1 октября. Однако случается, что батареи в некоторых комнатах квартиры так и остаются холодными, либо ели греют. Коммунальники напоминают, что работы по наладке всех систем производятся еще в течение 10 дней после запуска отопления. По всем вопросам гражданам рекомендуется обращаться в ЖУ по месту жительства, либо в правление жилищно-строительного кооператива. По существующим нормативам температура в квартирах должна быть не менее 18 градусов Цельсия. Блог в социальной сети для кого-то может быть оплачиваемым хобби, а для кого-то профессией. Но во всех случаях те, кто зарабатывает с помощью блога в интернете, обязаны платить налоги. Каждое лицо, которое имеет свой веб-сайт на различных интернет-платформах и получает благодаря данным ресурсам доход, обязано уплачивать законно установленные налоги. Обязано уплачивать налог блогер, зарегистрированный на территории Республики Беларусь. Доходы облагаются независимо от того, из какой страны были получены средства. Заполнять декларацию по состоянию на предыдущий год необходимо до 31 марта. Сегодня ставка подоходного налога составляет 13%. Такой же порядок и в случае, если деньги блогеру пришли из-за границы. Организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, от которых блогер получает доход, обязаны исчислить и перечислить с данного дохода в бюджет подоходный налог. Налогообложением таких доходов занимается налоговый орган. Ставка подоходного налога сегодня составляет 13% и исчисляется на основании декларации, которую блогер обязан предоставить не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом. Такой вид доходов, как донаты или пожертвования, налогом не облагается, но в определенном случае. А производство платного контента в соцсети – тоже повод заявить о себе в налоговой инспекции. Если блогер получает доходы в результате дарения в виде пожертвований, и их сумма в 2022 году не превышает 8078 белорусских рублей, то налог платить не нужно. Все, что больше, облагается по доходным налогам по ставке 13%, и эти поступления нужно отразить декларацией. Доход от проведения вебинаров, курсов и тренингов подлежит налогообложению на основании декларации, которую блогер обязан предоставить не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом. Один из главных источников дохода для блогера – реклама. И здесь есть свои законодательные нюансы. Если блогер получает доход на постоянной основе нескольких источников, то ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и оплачивать налоги. Если же доход от размещения рекламы получен в течение календарного года от одного источника, то регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно. В такой ситуации доход облагается по ставке 13%, на основании декларации, которую блогер обязан предоставить не позднее 31 марта года, следующего за истекшим календарным годом. Создавать контент в социальной сети без нарушений можно. Главное – правильно оценить свои возможности и знать законодательную базу. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал Мозырь. Продал вещи через интернет, которыми не пользуюсь. Надо ли мне платить налоги с этой сделки? Продажи вещей через барахолку, сайты в интернете и соцсети регламентируют Национальный кодекс. Пункт 44 ст. 208 Налогового кодекса РБ. В частности, согласно документу, доходы, полученные физлицами от возмездного отчуждения нового имущества, принадлежащего им на праве собственности, от подоходного налога освобождаются. Исключение доходы, которые получены от возмездного отчуждения имущества при осуществлении предпринимательской деятельности. Проще говоря, простые белорусы, продавая на барахолке одежду, лишние запчасти или другие бывшие в употреблении вещи другому физлицу, налог с вырученных денег платить не должны. Такой доход не будет облагаться подоходным налогом, если только продавец не выступает как индивидуальный предприниматель. Но если такие доходы и деятельность будут систематическими, когда речь, например, идет о продаже вещей, которые покупались для перепродажи, то платить налог нужно. И вообще, осуществление такой деятельности в Беларуси возможно только в рамках деятельности зарегистрированного субъекта хозяйствования – ИП или юрлица. Я потерял доверенность на автомобиль. Как мне получить ее нотариальную копию? В случае утраты гражданами и юридическими лицами нотариальных документов, экземпляр которых хранятся у нас, у нотариуса, в нотариальной конторе, либо в нотариальном архиве или государственном архиве, можно обратиться за выдачей дубликата. Нотариусу выдают дубликаты по письменному заявлению граждан, юридических лиц, от имени которых совершено нотариальное действие, на имя которых совершено нотариальное действие, или правоприемникам по просьбе или поручению юридических лиц. Дубликаты выдаются по заявлению. Заявление подается лично при обречении нотариусу, в котором указывается место совершения нотариального действия, время и причина по которой отсутствует документ у гражданина или юридического лица. Хочу конкретизировать порядок выдачи дубликата. Если граждане или юридические лица обращались в какое-то время в нашу нотариальную контору, то при утере данного документа можно обратиться к нам за консультацией о порядке выдачи дубликата. Если нотариальный документ находится на хранении у нас, то нотариус, который удостоверял нотариальное действие, выдаст дубликат. Если эти документы хранятся на хранении в нотариальном архиве в городе Гомеле, либо в государственном архиве в городе Мозере, то выдает нотариус тоже дубликат, но при соблюдении определенных условий. Если получить дубликат нотариального документа, нотариальное действие, по которому совершено в другой области, надо обращаться к тому нотариусу, либо нотариальную контору, где совершено нотариальное действие, по месту совершения. Если это в Минской области, значит, надо обращаться к тому нотариусу в Минской области. Часто встречаю людей, которые передвигаются на электросамокатах по тротуару на приличной скорости. Считаю, что их место на проезжей части. Что об этом говорится в правилах дорожного движения. Граждане, передвигающиеся на сегвеях, электросамокатах, моноколесах и других средствах персональной мобильности, приравнены по статусу к пешеходам. Такая норма содержится в обновленных правилах дорожного движения. С 22 сентября 2022 года вступил в силу обновленный закон о дорожном движении, который и уравнивает статусы пешеходов и пользователей мобильных передвижных средств. В ГАИ уточняют, в случае нарушения правил дорожного движения на сегвеях или электросамокате будут привлекаться к административной ответственности в качестве пешеходов. Кроме того, для тех, кто катается на самокате, также есть дополнительное новшество. Скорость передвижения для них теперь ограничена 25 км в час. Движение должно осуществляться по велодорожке без создания препятствий велосипедистам. При ее отсутствии по тротуару пешеходной дорожки или по краю проезжей части. Мой жених в длительной командировке приедет за день до регистрации брака. Можно ли мне, как невесте, самостоятельно подать заявление в ЗАГС? В соответствии со статьей 211 Кодекса о браке и семье, заявление о регистрации заключения брака подается совместно обоими лицами, вступающими в брак. Поэтому, если один из супругов по каким-то причинам уважительным не может явиться в орган ЗАГС, существуют иные способы подачи заявления. Так, если присутствие в органе ЗАГС при подаче обоих супругов затруднительно, отдаленность проживания, либо тяжелое заболевание, либо прохождение воинской службы, заявление может быть подано одним из них. Но при каких обстоятельствах? Значит, другой, допустим, жениха нет в Мозере. Жених должен обратиться либо в орган ЗАГС по месту жительства, где он проживает в Республике Беларусь, с паспортом, заполняет свою часть заявления, и начальник органа ЗАГС по месту его жительства заверяет его подлинность подписи. Это заявление пересылается невесте, и невеста приходит со своим документом к нам с этим заявлением и подает уже в соответствии с формой. Кроме того, если граждане женихи или невесты проживают в другой стране, но граждане Республики Беларусь, подлинность их подписи на заявление о регистрации брака может быть удостоверена нотариусом. Кроме того, если женихи или невесты отбывают наказание в учреждениях исправительного типа, подлинность подписи на заявление может быть заверена руководителем учреждения, либо если при прохождении воинской службы подлинность подписи жениха может быть заверена начальником воинского подразделения.